Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня наш очередной урок и тема сегодняшнего урока о написании суффиксов N и NN прилагательных в причастиях и наречиях. Цель урока – закрепить знамя правил на писании N и NN в суффиксах, мин, прилагательных в причастиях и наречиях. Научиться различать прилагательных в причастиях и наречиях, и определять их состав. Про описание N и NN в суффиксах прилагательных давайте вспомним правила. Когда пишется у нас один N в суффиксах N и N, исключение составляет слова половянный, стеклянный, деревянный. В суффиксе «ин» – воробьиный, мышиный. «Нн» в суффиксах «он» и «ен» – исключение «ветренный, но безветренный». В основе существительна «н» прибавляется суффикс «н» – карманный. Правоописание «н» и «нн» в суффиксах имен-прилагательных, образованных от существителей. «Один» – пишется в прилагательных суффиксах «ая», «ян», «ин», «н» – кожаный, серебряный, глиняный, коренный, лебединый, «шумный» – исключение составляет слова «оловянный», «цепляный», «деревянный». Притяжательных прилагательных «на» – «и», «бараньи», «обезьяньи». Кратких прилагательных, образованных от полных с одними «походка без шума на». Два «н» пишется в прилагательных суффиксах «он», «ен», «революционный», «люквенный», «исключение составляет «ветренный». Прилагательных с суффиксом «н», если корень оканчивается на «н», «окно», «оконный», «сон», «сонный». Кратких прилагательных, образованных от полных с двумя «н», «даль», «туманный», «туманный». «Н» и «н», «н» в суффиксах «нен», «прилагательных». «Н», «н» пишется в прилагательных, образованных с помощью суффикса «н», от существительных с основой «н», «картина», «картиная», «коль», «конный», прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов «он», «ен», «экскурсия», «экскурсионный», «солома», «соломенный», «исключение», «ветренный», «но безветренный». Один «н» пишется в прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов «ан», «ян», «ин», «песок», «песчаный», «дрова», «дровяной», «лебедь», «лебединый», «исключение», «половянный», «стеклянный», «деревянный», «прилагательных без суффикса «юный», «зеленый», «синий», «цвиной». В два в кратких прилагательных пишется столько же «н», сколько и в полных. Ценное открытие. Открытие ценное. В описании «н» и «сдвоенное н» в нем прилагательных. Определить, от какой части речи образовано данное слово, от имени существительного. Определить, как образовано имя прилагательное с помощью суффикса «ин», «ан», «ян». Здесь пиши одно «н», исключение «стеклянный», «половянный», «деревянный». С помощью суффикса «ен», «он». Пиши двойное «н», исключение «ветренный», но «безветренный». Под основы на «н». Пиши двойное «н», «лимон», «лимонный». Н и двойное «н» в суффиксах. Суффиксы «ен», «он», «обыкновенный», «обыкновенно», исключение «ветренный». Основа на «н» плюс суффикс «эн», «картинная», «картина». Суффикс «ан», «ян», «и», «лебединый», «чей», «лебединый», «кожаный», «из чего сделан?» Без исключения «стеклянный», «половянный», «деревянный». Прилагательно необразованные от других частей речи «юны». Существительное суффиксом «ен» пишется одним «н», «гружение». Причастие от глаголя прилагательного пишется два «н». Есть приставка «кроме не», «нагруженный». Есть зависимые слова, причастный оборот, «челега, круженная кровами». От глаголов совершенного вида «решенная задача». От «решить», что сделать. От «решить», что сделать. На «ованы», «еваны». Асфальтированная, но «кованы», «жованы». «Ов» является частью корня «ков», «жов». Один «н» – короткая форма. Задача решена. Полная, нет приставки, нет зависимого слова от глагола несовершенного вида. Печеная картошка, груженный, груженный вагон, вязаная кофта. В кратких прилагательных «н» и «нн» пишется в соответствии с полной формой. Травый, зеленый, зеленый, да? Дорога, длинна, длинный. В наречиях образованных от прилагательных пишется столько «н», сколько в исходном прилагательном. Обыкновенный, обыкновенно, путанный, путанно. В описании «н» и «нн» в суффиксах прилагательных, образованных от глаголов, нестрадательных причастей прошедшего времени. «н» пишется в прилагательных, образованных от глаголов несовершенного вида, без приставок и без зависимых слов, исключений. Данный, желанный, священный, нежданный, негаданный, невиданный, нечаянный, отчаянный, покаянный, неслыханный. Прилагательных, образованных от глаголов совершенного вида, обычно с приставками, исключений. Смышленный, преданное, названный, названный, незваный, непрошенный. При помощи суффиксов «ован» и «еван», исключений «кованы», «жованы». «нн» пишется в прилагательных причастях прошедшего времени, как правило, есть приставка или зависимое слово. Про описание «н» и «нн» причастий. Один «н» – кратких причастий. Книга прочитана, работа непроверена. Два «н» – суффиксов, полных причастий, образованных от беспрессовочных глаголов совершенного вида. Бросить совершенный, брошенный, решать совершенный, решенное. Суффиксов, полных причастий, образованных приставочным способом. Покрашенный, заштопанный, прочитанный. Если причастие имеет зависимые слова. Писанная маслом картина, много раз штопанная куртка. Про описание «н» и «н» в суффиксах с причастием и от глагольных прилагательных. Приставка образована от глагола несовершенного вида. Пишем один «н». Пример. Жаренный. Жарить. Несовершенного вида. Нет приставки или есть. Приставка «не». Например. Масляный. Немасляный. Златотканный. Свежемороженный. Два «н» пишется, когда образовано от глагола совершенного вида. Пример. Решенный. Решать. Есть приставка или есть приставка «не» и другая приставка. Пример. Помасляный. Немасляный. Свежезамороженный. Написание «н» и «нн» в приставках зависит от ряда случаев. Полная или краткая фрэл форма. Если приставка. Зависимые слова. И так далее. Трудности на написании «н» и «эн» в предчастиях зависит от того, что их часто путают под глагольными прилагательными. Особенно в тех случаях, когда амманией личные однокоренные слова принадлежат разным частям речи и, соответственно, пишутся по-разному. У каждого следует писать одну или две буквы «н» в предчастиях. Когда в предчастиях пишется «нн» с помощью суффиксов «нн» или «ен» под глаголом «совершенного вида», образуются полные формы страдательных предчастий, обозначающих признак подействий. Что сделать? Забросить заброшенный царк. Что сделать? Купить купленный браслет. Что сделать? Слушать услышанный рассказ. Что сделать? Усеяное веснушками лицо. Часто в составе полной формы причастия имеется приставка, что является формальным признаком на описание «нн». Но ее может и не быть, если причастие образуется без приставочных глаголов совершенного вида. Просить, родить, казнить, решить, простить, пустить, кончить, контузить, третить, ленить. Причастия, образованные от этих глаголов, всегда пишутся с двумя «н». Понаблюдаем. Бросить, брошенный щенок. Решить, решенная проблема. Прости, брошенный мной. Кончить, конченный разговор. Вторым необходимым условием написания «нн» в причастии является наличие при нем зависимых слов. Вывесить, вывешенное на здание флаги. Косить, кошенный утром мужок. Важно, что причастия образованы от без приставочных глаголов несовершенного вида, но имеющие зависимые слова пишутся с «нн», в отличие от однокоренных прилагательных. Сравним. Что делать? Квастить, квашеная капуста. Квашеная в бочке капуста. Что делать? Морозить. Мороженая рыба. Мороженая в рефривизаторе рыба. Что делать? Сушить. Сушеные травы. Сушеные на чердаке травы. Отметим, что многие такие причастия утратили признак по действию и перешли в прилагательные, обозначающие непосредственный признак предмета. В причастиях пишется одна буква «н», только в краткой форме. Посеянные весной. Весной посеянные. Украшенная мозаикой. Украшена мозаикой. Навешанная калитка. Калитка навешана. Замешанное тесто. Тесто замешано. Вывод. В причастиях в краткой форме пишется одна «н». Обратил внимание, что наличие зависимых слов не влияет на написание одной «пн» в краткой форме причастия. Флаги, вывешенные на здании администрации. Небо озарено калютом. Стихи навеяны народной поэзией. Деревья опущены инеем. Алгоритм написания «н», «н» и «н» в причастиях. Первое. Выяснить часть речи, причастия или прилагательная. Второе. Полная или краткая форма. Третье. У причастия в полной форме определить вид производящего глагола. Несовершенный или совершенный. Вид. Выяснить наличие зависимых слов. Есть ли суффикс «ова» и «ела» в описании «н» и «нн»? Один «нн» – причастие от глагола несовершенного вида в краткой форме. Два «нн» – есть приставка, кроме «не». Есть «ова» и «ева». Есть зависимое слово причастия от глагола совершенного вида. Запомни. Запомни. Раненый, кованный, жеванный, смешленый, названный, преданное, званный. Невиданный, негаданный, нечаянный, нежданный, неслыханный, священный, медленный. Два «н» пишите в полной форме слева, коль есть приставка или «ова» и «ева». Примеры. В углу поблескивает «увешанная» и «груш» и «новогодняя елка». Слово «увешанная» обозначает признак по действию и отвечает вопрос «какая» – это страдательное причастие, которое образовано от глагола совершенного вида «что делать» и «увешать». Она имеет полную форму, на что указывает окончание «ая». У причастия имеется зависимое слово, увешанное чем? Игрушками, следователями. Причастие «увешанное» пишется с двумя «н» суффиксами. Веселая игра в прятки, затеянная детьми. Слово «затеянное» отвечает на вопрос «игра какая?» Какова? Это причастие в краткой форме женского рода с окончанием на «а». У нее имеется зависимое слово. Затеяно кем? Детьми. Зависимое слово не влияет на написание «н» в краткой форме причастия. Вывод. Причастие в краткой форме занято. Пишется с одной буквой «н». Правила правописания «н» и «н» в наречиях. В наречиях на «о» и «е» образованных от качественных прилагательных и от глагольных причастий. В суффиксах может писаться одна, либо две буквы «н». «Н» в суффиксах на речи пишется в словах образованных от прилагательных, либо причастие с одной буквой «н». Примеры. Аккуратно, аккуратно, безбедный, безбедно, жалобный, жалобно, грязный, грязно. «Н» в суффиксах на речи пишется в случае, когда слово образовано от прилагательного или причастия с двумя буквами «н». Примеры на речи с «н» «н» «сованный», «сованно», «бессонный», «бессонно», «мгновенный», «мгновенно», «размеренный», «размеренно». Не всегда на речах пишется столько «н», сколько их было в производящей основе. Исключение. Рано, хотя ранее. Как видно, правила на описание одной и двух букв «н» в суффиксах на речи и существительных совпадают. Уважаемые студенты, посмотрите рабочую страдь. Здесь есть несколько вопросов, на которых вам надо будет ответить. И эти вопросы, и эти ответы мне отправьте на проверку. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.